В следующем году в городском округе Люберцы стартует реализация еще одного масштабного проекта – реконструкция Центрального парка. Перед тем, как приступить к разработке концепции благоустройства, власть муниципалитета совместно с проектировщиками провели встречу с жителями. Какие пожелания озвучили люберчане, узнаем в следующем сюжете. Центральный парк «Визитная карточка Люберец» находится в самом сердце города и притягивает к себе внимание в любое время года. В рамках государственной программы следующим летом начнется благоустройство зоны отдыха. Территория парка будет расширена за счет реконструкции стадиона «Торпеда». Это бывший стадион, он был перпендикулярно Октябрьского проспекта, а сейчас он расположен будет, как сказал, уже параллельный. Вот здесь фок. Соответственно, вот эта территория вся остается пустой, ее тоже нужно обязательно учесть, благоустроить, привязать дом культуры, где у нас памятник Ленину стоит, вот эти все примыкающие зоны, все это увязать вплоть до вот этого крайнего места, крайней точки, где будет расположен термальный комплекс с бассейнами, со всеми водными такими оздоровительными и развлекательными процедурами. То есть наш парк преобразится, будет очень насыщенный, нам нужно все охватить. Какой будет зона отдыха и чем наполнит парк, решать жителям. Чтобы понять потребности и запросы всех слоев населения, проектировщики предложили пройти письменный опрос. На столах лежат три листа. На первом листе с проблематикой вы будете описывать моменты в парке, которые вам не нравятся, которые вам неудобны, которые вам не нравятся визуально или функционально. На втором листе вы отмечаете ценности парка, то, что вам здесь нравится, как вам нравится проводить время летом, в холодное время года, на праздники. И на третьем листе, последнем, вы будете уже предлагать свои идеи. Что, что вам здесь не хватает, чего бы вам хотелось здесь. Мало скамеек. Скамейки нужны с навесами, чтобы от солнца и от дождя защищать. Мало аттракционов для детей и взрослых. Потом мы предлагаем сделать колесо обозрения. Качели лодочками, как раньше были давно в Советском Союзе. Летние кафе недорогие и зимние тоже недорогие, чтобы стакан чая не стоил 200 рублей. И мало туалетов, всего один на парк. Вот у нас шесть пунктов от нашего восьмого стола. Все пожелания и предложения, которые жители округа написали на карточках, возьмут в работу. При разработке концепции благоустройства учтут мнение каждого. Луиса Игия Зарян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.